Ола, мигасы, вечер добрый, с вами Квантом, с вами Янг и с вами Дизари, и добро пожаловать в это новая рубрика Найди по фото в GTA 5 онлайн. Йоу, ватсап, ребята, всем привет! Крейси, дизи народ! Ты знаешь, что сегодня происходит. Сегодня есть 9 машин, по 3 машины для каждого из участников, и каждый должен спрятать свои 3 машины в любом рандомном месте, сделать фото этого места, замазать машину квадратом и отправить эту фотографию другому. Ребят, ну и по-прежнему для того, чтобы все было честно, мы заходим в настройки видео. В настройках видео мы отключаем радар для того, чтобы все было максимально честно, и мы не видели, кто куда едет. Ну что, наступил момент, нам нужно спрятать вот эти вот 3 машины, и сегодня мы будем делать не 3 фотографии с 3 машинами, а 4. То есть одну фотку мы делаем абсолютно рандомную, замазываем ее квадратом, и тем самым мы, ребят, сбиваем с толку. Они приезжают, а там машины нет. Вот как-то так. И посмотри вот на эту колымагу, посмотри на эту колесницу, на это ведрышко, и вот капец будет. Давай начнем, к примеру, вот с этой машины. Она здесь одна из самых быстрых, но самая крутая машина, это вот эта вот, которая стоит справа. Она такая, фору даст всем. Поехали, значит, куда мы ее поставим? Это опять город. В принципе, ехать-то можно куда угодно, в любую часть карты, но спрячем машину где-нибудь в самом таком очевидном и очень интересном месте. А вот каком, сейчас мы, в принципе, с тобой и узнаем. Все, мы выходим из машины и делаем фото. Так, поезд тут ходит по нечетному пути, здесь по четному. В принципе, все ништяк, поезд нас не собьет. Так что, можно не париться, что машину утащат куда-нибудь далеко надолго. Главное, чтобы пути не было видно. В принципе, нормальное место. Такое, ну, скажем, непростое. Сейчас мы замажем машину черным квадратом, заретушируем ее, так сказать, и отправим эту фотографию ребятам. Мы вернулись за очередной машинкой. Возьмем теперь вот это вот корынца в хорошем смысле слова и куда мы ее увезем. Ну, в принципе, давай поставим какой-нибудь... Вообще, может, здесь неплохо троллить. Можно какую-нибудь хорошую машину в банально очевидное место поставить. Офигенную просто. А колымагу в самое такое место засунуть сложное. И, в принципе, возможно, что в простое место никто и не поедет даже. Вот как-то так. Вот тут сейчас мы ее и поставим напротив этого граффити. И никто ничего не заподозрит. Делаем фотографию. Выходим из машины. В принципе, здоровское место, я думаю. Отправляем ребятам. Предварительно мы обрабатываем фотографию. И после этого мы ее отправляем. Ну что, у нас последняя машина остается. Я вижу, ребята еще не спрятали ничего. Я быстрее всех все попрятал. Я прям вообще быстрый. Неплохо. Вот эта машина самая дерзкая. Хоть она и буксует на месте прошлифовывает. Но летит она так быстро. Максималка у нее настолько высокая. Что нужно засунуть ее в самое банальное очевидное место. Вот, в принципе, давай здесь ее зафоткаем. Вот здесь мы ее... Да, здесь мы ее и оставим. Почему нет? Неплохо. Довольно-таки неплохо. Видно коллектор. Видно гору. Блин, Белаза, если будет видно, нужно будет идти в другое место. Потому что Белазы моментально спалят всю контору. А все, он скрылся. Смотри за поворотом. Все, делаем фотографию. И отправляем, предварительно обработав, конечно же, фотографию, замазав машину квадратом. Ребятам. Все готово. Машина спрятана. Все три машины спрятаны. Теперь нам нужно сделать еще один снимок. Пустой снимок. Для того, чтобы запутать. Ребят, к примеру, предлагаю у локационных вышек сделать кадр какой-нибудь. Замазать его просто квадратом. Давай сделаем следующим образом. Просто фейк фото. Офигеть. Чувствую себя каким-то махинатором 3000. Делаем фотографию. И здесь просто у нас будет квадрат черный. Они такие приедут. Хоба. Места знакомое. Машины нет. Вот будет больно. Посмотрим, что получится. Отправляем фотку. Мы собрались. А это означает, что все машины спрятаны. Перед вами фотографии мест, где находятся машины. Проблема в том, что одна из... Две из этих фотографий лично для меня фейковые. Я еду в это место, а в это место ничего может и не оказаться. Как-то так. Еще и машины фиговые. Шесть минут для того, чтобы найти одну лучшую машину. Готовы? Три, два, один. Время пошло. Поехали. Ну, говорю сразу же. Напоминаю, что свои машины брать запрещено. Я вот уже знаю одно место. Выделил для себя. Еду в него. И я напоминаю, что радар включать нельзя. Мы играем без радара, по памяти проверка на знание карты, так сказать. Так, а вот мне нужно добраться быть перед сюда, до этого места, до которого я знаю. Не, слушай, вот в город лезть без радара, по-моему, ребят, сегодня без шансов. Просто все без машины останутся, мне кажется. Это будет мощно, но... Ничего, справимся, справимся. Блин, а куда я еду? Мне кажется, не в ту сторону сейчас выйду. Я лечу на место, которое я знаю лучше всего, пока что. Красава. Я тоже еду на место, которое я знаю, судя по всему, лучше всего. И то у меня... Никакая, это не там. Вон оно, я вижу его, мне назад нужно. Еман это далеко. Офигеть. А, пончик мой. О, да-да-да-да-да, вот оно. Это, вот это уже близко. Вот это близко, это хорошо. Так, так, ага. Теперь главное найти въезд сюда, а въезд находится вот здесь. Блин, капец, это что-то жестко. Не, нифига не здесь. Я еще ни одной машины не нашел, так что у всех все жестко, походу. Я нашел пустое, да не на местом, прежде всего. Да ладно, ты нашел пустое место, красава. Только не говори, какое это место, где это было. А то это будет неинтересно. Пустое место найдено. Обидно, да, когда приезжаешь, там ничего нет. Не-не, там рядом еще одно место. Ты машину далеко, оказывается, раскидывал. Я нашел одно место, но, паскуда тварь, это очень плохая машина. Это невероятно фиговая машина. Нет, не-не-не-не, я за другой лучше поеду. А что это место было, мое? Нет, это не твое место было, это максимально фиговая тачка, поэтому я лучше поеду за чем-нибудь другим. Так, я для себя выделил еще одно место. Я нашел. Я еду в следующее место, которое я знаю, это в районе завода. Не, вы офигели, вы вообще тачки жестко поныкали. В принципе, вот этот завод, только здесь есть такие вот системы коммуникации. Другого здесь-то по факту нет, теперь нужно только найти это место. По идее, где-то должна быть сбоку. Фотография сделана сбоку. Это что, фейковое место, что ли, блин? Да вы что, горите, что ли? Да, другое фейковое место приехал. На заводе фейковое место? Да. Иди в жопу, блин. Еще одно знаю место. Я тут уже просто все нафига в таких местах машины прятать? Обида на вас вообще межгалактическая. Офигеть, тут такие места вообще, я их не видел. Такая подойдет? Я нашел! Я нашел! Прям минута оставалась. Вот скала хреновая, вот они лэп. Это маслкар какой-то, дикий, лютый, с большими колесами, задними и передними тоже. Класс, найс. Плоды наших нелегких поисков дали свои результаты. Вот у меня вообще капец, бомбящая корыта такое, с завышенной подвеской. Ну, сегодня... Я нашел машину Дани, как бы Кирилл нашел машину мою, а Дани нашел машину Кирилла. Мы опять поменялись. Все нашли противоположные. Это будет жесткое испытание, ребят, потому что маслкары, задний привод, высокие обороты и будет челяц с дождем. Так что смотри, что получится, ну а мы пошли подготавливаться к испытаниям. Бюджет сегодня без ограничений. Ну что, мы подготовились к испытаниям, вы посмотрите на этих зверей. Просто как кочегарки, такие вообще жесткие, компрессоры у всех одинаковые, просто какая тут моща. Нас ждет подъем на челяц, нас ждет гонка и дерби. И челяц будет с дождем, это просто будет невозможно больно. В общем, мы готовы, занимайте ваши кокпиты, будем готовиться к заезду. Ну что, мы готовы к первому испытанию. Это гонка и ловите обратный отчет. Заезд начинается через два. Один, поехали! Поехали! Фига, Дизарь пуляет. Димон, нифига ты, это поворачивай. Ух, кто не поворачивает. Я не поворачиваю. Кто кривой? Кирилл кривой. А Димон поехал. А Димон вообще улетает. Пацаны, отойдет меня. Э, отвалите. Э, отвалите. Рулиться эта машина, это вообще две разные слова антонима. Как бы не едет, не рулится. Капец был какой-то. Это нереально, я все, видимо, я выбыл. Ты что, отвалился уже? Так, тут поворот на право. Вообще поворот не схожу. Как пацаны, маслкары, которые едут только прямо. Вот прямо, я понимаю. Это чисто для трака, по-моему, машина. И все, и не больше, и не меньше. А вы зачем так сделали-то, ребята, стоять? Как я вас догоняю, но типа... Нифига, дизайн тебя закидывает. Мне закидывает только так. Капец был. У меня уже вот рядом с вами, главное сейчас, блин, сейчас еще движение отрапись. Фига, ты бомбишь? Уго ты улетел, ты что, испугался, что ли, дизайн? Я столько так дал. Да, конечно, ты вещи не убил. Не пугайся, дизайн, все нормально. Что это? Я ему не платил, я серьезно говоря, ему не платил, я тут ни при чем. У меня 119 миль в час скорость, ни выше, ни ниже, и ты урываешься. Ты еще уходишь от первого лица, у тебя 140, у меня 120 с горы. Да, он далеко вообще упер, я вот за ним еду, и он такой прям урывается. Но не, слушай, у меня поход тоже 140, я вот смотрю, у меня 100, у всех 140. Оно вечно берет и рвет просто с момента, вот, стыки на карте, на дергать до 130, и вообще ускоряется. Ну, по-моему, вы не приближаетесь, не отдаляете. Нет, ты отдаляешься, ты отдаляешься. Да, у нас Саши, говорю, у всех, походу, под 140. Эмя нам, демонюга, догоняет. Демонюга? Да у него типа SRT демонжишь. На полюс, ты козель какой, ты посмотришься. Сейчас на поворотах будет тесто. Нет, не вздумай так. Да я что, блин, еду прямо, ты начинаешь тут фуфлыжить под меня. Ты у меня начал сейчас подрезать. Это сейчас я, да? Я тебя подрезаю. Это тебе, это тебе. Это мне за что вопрос? За то, что ты меня подрезал. Я ехал прямо, дядь. У меня все записано. Это у меня все записано, я регистратор, действительно, башку сейчас оторву нафиг, ноги повырываю. Ты понял? Тут сколько метров сносит? Годи, 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 годи. Охрен, давай, давай. Сколько тут метров? Ты поворачиваешься. Акула, демонюга и... Ты пидорол заняться. Нарезка справедливости, лов полчает под заслугом. Хотя он еще выжить пытается. А где Афиниш? ХЗ. Смотри, ты забился. Афиниш-то где? Вы куда? Финиш! Я первый приехал, вообще-то. А я первый взял чехполь. Ну и все, пацаны, как вы машины будете транспортировать? Горгопов вызывайте. Ну что, мы переходим к следующему этапу. Это дерби, мы играем до трех побед. У нас идет дождь на крыше, скользко-мокро, задний привод. Это реально. Это фиаско, пацаны. 3-2-1, мы начинаем. Давай, не слазь. Фига, накидается. Блин, да почему ты такой мощный? У некий бредник стоит, охренеть. Так, пацаны, я могу вернуться еще, подождите. Аннигиляторная пушка. Мне жопа. Пацаны, я сейчас вернусь, подождите меня. Мне жопа, мне жопа X2. Да вы оттуда выйдете, мне надо скидывать вас куда-то в другое место. Ну и нафиг это делал. Это у меня хитрый жук. У него долгое срабатывание. И это габело. Давай же, снись, киня отсюда. Отсюда, есть. Ну что, ребяточки, второй раунд. Одна победа есть у Данила. И у нас по нулю с Димоном. Енот победил. 3-2-1, поехали. Смотри, на своей акулис. Димон, блин. Вы надоели меня ломать. Так я не хотел тебя трогать, ты сам. Короче, здесь Димон СРТ, то есть Янг, самый жирный, самый мощный, самый веселый. Ему все хорошо, здесь дает слишком. Да я даже не толка. Я врезаю с него и сам отлетаю. Да как? Почему твоя? Пока. Хрен это так делает. Да почему она не толкает? Да ты не толкает, а? Меня машина вообще никого не толкает, пацаны. Ты меня пихаешь. Да я тебя не сталкиваю даже. Ой-ой-ой-ой-ой. У тебя поворот так-то получше. Да ты как-то входишь в повороты. Дизай, как сухарик. Ой, я отсюда еще. Дизай, сухарик. Может, ты сухарик? Да ты сухарик. Тут наш идет, тут никто не сухой. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Уйди. Уйди отсюда. Проваливай Кирюха. Не пускай его. Уйди отсюда. Все, я-у-я. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Смотри, как... Не хочет меня... Сейчас я еще солюсь нафиг. Давай, давай, давай. А, нет, не красава. Так-так-так, давай, выбирайся. Да. Ребят, ну что, продолжается заднеприводная боль. С дождем. Три-два-дин, мы начинаем. Я безумие, пацаны. заднеприводная боль но мощно конечно это уходишь о смотри у меня крыло отвалилось отбить тебе двери отбили дверь ну что снова мы играем у тебя там победа говорят завелась за хромашники 1 мы продолжаем 321 поехали хвосты свои хвосты отвали ты все уехал это победа переходим чили аду ну что финальное испытание это подъем на мокрый чили от будет больно будет много страданий заднеприводное безумие продолжаем смысле я прощу прощу надеюсь вы разобьетесь и упадете с челяда надейся слышали . так то неплохо рулите хочу сказать прям очень даже неплохая тачка так ну походу да не зря это долго искал в кучерах каких-то вчера так у меня по виду . злостная вообще дерзкая опасная резко у меня пацаны самая красивая на самом деле с шляпа полная поехал я просто отъехал отъехать отъехать и моргну тебе бедолага тут вообще стоять не здесь остановишься еще один капец . шмотает но я проехал вроде в стакану ситу каскад злости еду дальше финиху она не может сзади не слушай ну конечно бесспорно то с тачками сегодня больше всего повезло потому что вот для смежных испытаний таких тачка на рабочий всего подходит и вот прям хорошо чувствую себя на в грязи хочу сказать я у меня вся тачка в грязи при этом выглядит круто при этом нихрена не толку нет я не могу заехать наверх куда все так и курс ланча лаунч старт до кирилл бизнес ланч можно пожалуйста где финиш понятно как всегда финиш где-то фигнет где никогда не берите эту тачку это полная параша короче просто выглядит ну да выглядит она круто вот опытным путем мы выяснили что демон в этой игре какой-то не а где финиш то ё-моё дима офигеть где финиш то и вот скажите что я его то поставил да ну никогда короче все габела пацаны я не взял финиш кто выиграл там сегодня ну как бы есть две победы я ехал чтобы я ехал чтобы проиграть в общем ребят прячищи это было ой причита на гипофото в принципе прячь и только на гипофото в gta 5 понравилась рубрика по нас заднеприводное безумие в gta с тебя лайк подписка комментарии всем пока и до скорых встреч про лайки комит и позитива ура ура